Всем привет! Это снова Лёна! Это снова... Всем привет! Меня зовут Лёна, и это новое видео, которое я хочу посвятить удалению зубов мудрости. Так как со мной случилось это совсем недавно, и когда я искала какую-то информацию на ютюбе, и неважно где, просто как сейчас удаляют зубы мудрости, больно это или не больно, какой способ наркоза чаще всего используют. И в общем, я нигде ничего, собственно, не могла найти, кроме как на американских сайтах и на американском ютюбе. То есть, ютюб он и так американский. В общем, я только смогла найти какие-то англоязычные видео, и поэтому я думаю, что вам, если вы смотрите это видео, и вам нужно удалить зубы мудрости, я думаю, что вам будет эта информация полезна, о которой я хочу рассказать. В общем, я искала всю информацию просто потому, что я очень всего боюсь, наверное, экстрима всякого, и для меня удаление зубов мудрости, конечно же, было экстримом. Я зубы мудрости удаляла в России, поэтому я сильно не зацикливалась на той информации, которую я получила на американских сайтах и на американских видео. Поэтому, когда я приехала в Россию, я пришла к своему доктору, он меня направил к другому доктору, который будет мне уже удалять зубы. И мне сказали, что сейчас существует какой-то такой тип наркоза, который называется премедикация, то есть это как бы анестезия, только она такая не полностью тебя погружает в какой-то мега сон, при котором тебе там вставляют трубки, и ты дышать даже не можешь, а это просто что-то вроде какого-то там сна, и плюс используют еще местную анестезию, то есть еще колют уколы с анестезией прям уже в десны. И мне сказали, что когда мне сделают такой наркоз, то я буду там на что-то реагировать, что-то немножко слышать, но будет все так у меня замедленное. Когда я пришла в клинику Владивостоке, она называется Implants, и находится она в центре материнства и детства. Я пришла туда, и мне уже после консультации, то есть все, уже пришла на операцию, мне сказали, что это типа там наркоз, что-то какой ты хочешь, я говорю, ну вот, мне что-то рассказали, что это какая-то премедикация, и мне она связала, говорит, а, понятно. В итоге я даже, если честно, не помню, как меня вырубило, то есть я помню, он мне вставил какую-то иголку, он мне начал там что-то рассказывать, я говорю, а если я там шевелиться или что-то шевелиться буду, что-то такое, я у него спросила, я говорю, а как у меня иголка там внутри все время, он мне что-то рассказывал про эти иголки, я реально не заметила, как я вырубилась, я вообще не помню. И потом, я также не помню, как все прошло, конечно же, меня вырубило, и я просто проснулась, и мама, мама с камерой зашла, потому что я попросила ее поснимать видео, так как я столько их смешных насмотрелась, и я решила, что вдруг оно получится очень смешным мое видео, и мне будет очень весело его смотреть, и не только мне, и вам тоже. У меня тогда уже был канал, но я решила, что я сделаю видео, когда я уже полностью, так сказать, отойду от всего вот этого, то есть у меня какое-то время были щеки опухлые, какое-то время у меня еще немножечко болело, но у меня не было такого дикого какого-то состояния, когда там температура, то есть вот я сколько читала, что там у людей температура, там голова болит, и все вообще очень плохо, у меня почему-то такого не было, ну, это, наверное, хорошо. Я даже могла есть, потому что я, наверное, слишком хотела есть, потому что я была в России, а до этого у меня не было в России почти год, и я больше не хотела есть, в общем, поэтому я еще как бы могла есть. И, в общем-то, все оказалось не так страшно, как казалось бы. И вот, я ждала того момента, когда у меня все отойдет от этой операции, чтобы сделать видео, но дело в том, что вот сейчас я делаю видео, и у меня до сих пор половина языка, она у меня до сих пор полностью не выздоровела, то есть после, вот на следующий день я проснулась, по идее, уже все, наркоз отошел, но у меня половина языка была просто анимевшая, я не могла его контролировать, то есть было очень-то так странно. Но дело в том, что сейчас до сих пор, уже спустя 3 месяца, у меня до сих пор половина языка, она какая-то такая, знаете, нерабочая, то есть она как бы, я уже более-менее могу контролировать, но вкус я до сих пор вот этой половины языка я не чувствую, и это очень странно. И я читала в интернете, конечно, в интернете много чего можно прочитать, Но я читала, что такое может быть до нескольких лет, вот это состояние языка, и это немножечко так устрашающе, но на самом деле я уже привыкла, и я просто захотела для вас сделать это видео, чтобы вы посмеялись от души, и, возможно, если вы собираетесь драть зубы мудрости, вам это будет немножечко полезно. Также еще что-то хотел сказать полезное вам такое, хотя, наверное, вот серьезно, это все на самом деле, все очень просто, ничего вообще страшного, и поверьте мне, я боюсь просто всего, я такая, мне кажется, ссыкуха, но в тот раз я понимала, что мне это нужно делать. Когда у меня стояли брекеты, почему-то доктора посчитали, не посчитали, нужно вырвать мне зубы мудрости, и потом, после того, как мне сняли брекет, у меня были просто идеальные зубы, но мне нужно было носить такой трейнер, то есть даже не капа, а трейнер это называется, то есть который бы мне еще чуть-чуть допрямлял и хорошенько зафиксировал, но я его не могла носить, так как у меня дико начали болеть нижние скулы, и как бы все было сначала нормально, но я просто не носила его, я не носила этот трейнер, и потом у меня начали сдвигаться нижние зубы, то есть сейчас у меня нижние зубы кривые. И я, конечно, очень жалею, что я как-то не настояла на том, чтобы мне удалили зубы мудрости, еще когда мне только ставили брекеты, потому что сейчас у меня были бы идеальные ровные зубы. А нет. В общем-то, теперь я вам просто хочу сказать приятного просмотра дальше. Наслаждайтесь этими видео. К сожалению, они не очень хорошего качества, так как половина снимала мама на телефон, половина уже там с WhatsApp на WhatsApp пересылали, и поэтому у меня не сохранилось оригиналов видео. Я даже не знаю, где они, если честно. И приятного просмотра! Какое тело? Кайф был? Картинки были? Нет. Я как будто спала дома. Ну ты же хотела поспать. Моя сладкая. Так это реально шутка или шутка? Это не шутка, Алена. Все закончилось. Я в шоке. Я не помню, как меня вырубило. Слушай, я думала, я буду реагировать, что-то там, говорить. Ну, ты, наверное, всем говорила, что ты всех любишь, как обычно, да? Нет? Нет. По-английски разговариваешь. Ален, ты по-английски разговариваешь, доктор. Я не помню, что говорила. Ладно, Алена, я думаю, что не надо уже дальше снимать. Да, давай снимаем. Ну, расскажи мне свои ощущения. Ощущения такие... Меня ставлю в боку. И сейчас, как будто какой-то ровный, что меня так подняли и сказали, ну все. Я думаю, что реально, все, вы не шуете? А что ты сейчас чувствуешь? Звук... Ну, смотри, анимешие все. Когда доктор сказал, в себя придешь? Мы с тобой как сейчас до Хенды поползем до стоянки? Я не знаю. Не знаешь, ну и ладно. Он единственное сказал, что сейчас я, по-моему, говорила, что... I will just kill him. Ага. Потому что это шутка какая-то. Ну, мы можем взять. Я пока у меня тут есть память, я снимаю. Можешь взять? Передай Брэндону. Можешь мне взять губы преображать? Я не могу. Что сделать? Я не могу преображать, а ну шоу. Я помню, украл и все. Брэндон снился? Ничего, я говорю, ничего не снился. Я просто проснулась и все. Я не могу. И хихи для чего-то. И по-английски говорить. Я, наверное, говорила, I'm just kidding. Потому что это нереально. У меня губа больше? Нормально у тебя эротичная, красивая, сексуальная губа. Но она больше? Мне кажется, она вот такая. Да, только тебе кажется. А что ты говорила? Переведи то, что ты сказала сейчас по-английски. Мне показалось, что у меня проснули. И говорят, все. Я говорю, are you just kidding me? Это что такое? Ты шо, шутишь? Доктор. Я даже ничего не замечала. Все, извините. Я помню укол, а дальше не помню. Да ясно все. Ладно, доча, давай приходить в себя. А как мы в Хэнтай дойдем? Ну, значит, я... Сейчас что-нибудь придумаем. Так у меня реально губа больше, или у меня глюки? Нормально. Глюки. Алена, все закончилось? Короче, я еще сделала видео о том, что у меня зубы фуррали. Да. Ясно. Ты будешь... Я поверила, только увидела, что у меня тут уголки нет. Мне реально кажется, что у меня губа не нравится. У тебя хорошая губа, нормальная, обычная губа. Обычная? Обычная. Ладно, Лес. Спроси, что-нибудь. Лес, Танислав. А ты нажала, что снимаете? Нажала. Что вы будете делать сегодня вечером? Губы свои большие смотреть. Сейчас, кто-то где мне звонит. Я не пойму, или я вот так другую. Алена, бабушка звонит, сейчас, подожди. Алло. Привет, привет. Ну вот, я сюжетное видео снимаю, вот, после наркозы. Сама попросила, говорит, потом ролик выложит. Она себя еще в зеркало не видела. А вам снимем? Снимем это, я потом скину тебе. Давай. Ага, все нормально, все закончилось, все хорошо. Пока, давай, пока. Это реально, мне кажется, как и Федев, которые я тут вела. Они все там сумасшедшие такие. Привет. Всем привет. Это снова Лена. Это снова. Так не, подожди. У меня губа большая или это? У тебя нормальная губа. Обычная. Обычная. А почему мне кажется, что у меня есть, я как накачиваю? Ну, тебе, видишь, это, давление было, там, тебе много разворотили. Ну, как это? Она как будто накачивала у меня. Я чувствую, что я как соска. Алена, ты когда увидишь это? Алена, ты знаешь, это самое ржаку за последние. Скажут, что зубы мама не сочная. Давай зубы. Зубы, зубов не видят. Там есть кровь? Там до хрена кровь. А есть еще? Стоп, стоп, стоп. Вот селфет. Ты как вампир сейчас. Как будто кого-то покусал. Может, может мне снять видео, как будто я вампир? Ну, есть некого здесь. А тебе еще нужно? Нет, я типа вампир такой. Я хочу закончить уже съемку, Ален, потому что это глюк. Да почему глюк? Я руку что-то, что? А, мне перевитали. Мне сейчас надо подумать, как тебя тащить до машины. Ну, ладно. Я могу посидеть? А я сюда заеду? Да давай идем поржем. А, пошли поржем. Че нам остается? Че нам остается? Желез, как не жрать. Пойдем поржем. Я думаю, ноги у меня нормальные. Идут? Никак, мозги. Ну, ясно все. Ладно, доча. Мне только селфеток взять, да? И это. Ну, мы, наверное, попросим, может быть, купить повязку на лицо. Какую? Ну, которая... Маску, да, да. Все, доча, давай, хватит. Ты скажешь, что... Можно водичкой попользоваться? Потом. Да, можно. Пишу. Ну, в общем-то, Алена, все, да? Ты выпрямилась? Все хорошо? Так, шури. Красотка. Я не чувствую луку. Мне кажется, она огромная. Ну, Ален, тебе повезло, что ты ее не чувствуешь, потому что потом будет немножко больно. Слушай, было бы все прикольно. Понравилось? Вот поэтому, Ален, никогда не нужно пробовать наркотики. Потому что это кайф. Да, это... Я не скажу, что это кайф, но это прикольно. Потому что я не чувствую ничего в себе. Ну, и здорово. Там потом таблеточки будешь пить. Глупить, это тоже больно. Ясненько. Все, я заканчиваю с этим. Ты идешь нормально, да? Мне бы губу выстрелить. А зубы не надо? Я не буду улыбаться. Как будто, знаешь, это как эти на рынке марихуанщики-то парни диски продают. Которые чеморки. У чеморки, не говори. С зубами. Может, они каждый день зубы мужества бывают? Скорее всего, так и есть. Ну, все. А мне надо... Кстати, где мой доктор? Я вообще, вот я сейчас специально посмотрела. Я понимаю, что я вообще не помню этого. То есть, все, что я там говорила, вот это, что-то ходило. Я вообще не помню, как я это говорила. О чем я думала. Как я там трогала себя. Я просто... Это очень смешно на самом деле. И да. И я эти видео смогла посмотреть только где-то через неделю после того, как мне вырвали зубы. Так как мне было очень больно улыбаться. А один раз я начала смотреть, я начала просто ржать. И я не могла. Мне так было больно улыбаться. И да. Я до сих пор смотрю эти видео, кстати, иногда. И просто ржу. Кстати, я оставлю ссылку. Наверняка, вы, может быть, уже смотрели. По крайней мере, я знаю, что в Штатах это было очень такое вирусное видео. Его, наверное, там уже все видели. Это видео о том, как девочка отходит от наркоза. И братья подстроили. Такой розыгрыш сделали, что там начался зомби-апокалипсис. В общем, посмотрите это видео. Я ссылку оставлю внизу. И да. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, вам было весело. И, может быть, для кого-то это было полезно. Если у вас еще какие-то остались вопросы по поводу зубов мудрости, удаления. В общем, пишите мне все. Я на все с удовольствием отвечу. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте этому видео лайки. Обязательно делитесь видео моими друзьями своими. И так. Всем пока.